Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края. Знать, чтобы жить. Человеческий фактор – главная причина пожаров и различных травм в новогодние праздники. В разгар веселья так не хочется думать о безопасности, поэтому самое лучшее – подумать об этом сейчас. Знать, чтобы жить. Алкоголь, табак, огонь. 7 из 16 погибших на пожарах в минувшие новогодние праздники курили в помещении в состоянии алкогольного опьянения. Выпил, закурил, заснул, сигарета выпала, кровать, одеяло. И распространение пошло по комнатам. Выгорают полностью квартиры, сгорают все надворные постройки. Одна незатушенная, случайно упавшая сигарета может стать причиной массового отравления и гибели людей. Открытый огонь, пусть даже маленький, приручить нельзя. Разрушаем следующий миф. Достаточно одной искры от бенгальской свечи и счет идет даже не на минуты. Это момент загорания. 5 секунд – елка в огне. Еще через 5 потолок объят пламенем. Меньше минуты и горит все помещение. Вопрос, хватит ли времени выбраться, если посреди комнаты стоит праздничный стол. Надо обязательно эти бенгальские огни использовать только на улице. Потому что огонь, брызги, эти искры летят, все равно может попасть на палац, на одежду. Палац искусственный, загорится мы ментами. Вся безопасность хлопушек, петард и бенгальских свечей оказывается мифом. После того, как они попадают в руки детей, ежегодно в ожоговые центры поступают десятки пострадавших малышей. Надо обязательно, чтобы взрослый рядом был. Обязательно взрослый держал это дело. На вытянутой руке обязательно. Поджигать самим нельзя давать бенгальские огни. Абсолютно вся пиротехника должна быть сертифицирована. За этим следят надзорные органы. Вот только сможет ли наличие сертификата дать гарантию безопасности в целом? Фейерверки взлетают не всегда. Это последствия неверной установки салюта. Но даже взлетая, сертифицированные снаряды разрываются на тысячи огней не там, где нужно. Бывали случаи, что в открытые форточки залетали, загорались квартиры. Люди ожоги получали прямо в этих квартирах. Безопасный радиус для запуска фейерверка – 100 метров. Безопасное время после несрабатывания – 10 минут. К сожалению, многие это не учитывают. Как результат – травмы и пожары. Вот только пиротехника и открытый огонь – далеко не единственные причины загораний. По статистике, порядка 50% всех пожаров происходит в результате короткого замыкания. Доля коротких замыканий в новогодние праздники значительно возрастает за счет неправильного использования электрических гирлянд или гирлянд ненадлежащего качества. В праздниках, в веселье они не смотрят, что происходит с какими-то включенными бытовыми приборами, которые начинают искрить. Та же перегрузка пошла. Очень много приборов бывает включено. Те же гирлянды. Потушить самостоятельно уже появившееся пламя практически невозможно. Здесь самое главное – спастись. Без паники покинуть помещение, помочь выбраться другим, в первую очередь, детям и пожилым людям. Параллельно нужно звонить пожарным. С мобильного телефона необходимо набирать 101. Несмотря на то, что в прошлом году общее число пожаров в новогодние праздники в Прикамье снизилось, число погибших в огне увеличилось. В полтора раза. Мифы о безопасности остаются мифами. Ровно столько, сколько мы сами этого хотим. Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова